Всем привет! Рада приветствовать вас здесь и сейчас. Меня зовут Оля и я хотела бы сегодня поделиться о прекрасной личности Ольги Пикассо. Не так давно мне довелось посетить ее выставку в честь ее имени, ее личности здесь в Мадриде. Поэтому не могла остаться равнодушной, узнав тот факт, что она была в славянских корней, то есть наша с вами соотечественница. А как развивалась ее жизнь с великим историческим художником Пабло Пикассо, который дал ей знаменитую фамилию, мы узнаем чуть позже. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Я предлагаю нам начать, конечно же, с того, кто дал нашей Грине такую знаменитую фамилию. Это был Пабло, который родился в 1881 году в Малаге, здесь в Испании, в семье достаточно творческой. И мы немножко такими шагами, быстрыми пройдемся по его биографии. Хорошо? Чтобы в дальнейшем понять нам всю историю. Отец Пабло был учителем рисования в школе искусства. И, соответственно, можно понять, откуда пошла вот такая страсть к рисованию, к писанию картин у нашего художника. Затем семья переезжает в Корунью. И уже в 15 лет Пабло делает свою первую выставку, такую юношескую, в Таере. Где собирает, соответственно, не так много, но и немало людей. Но в возрасте 19 лет он принимает решение посетить всемирную выставку в Париже. Во Франции он переезжает туда. Там ему предлагают работу и, соответственно, он остается. Но что самое интересное, что Пабло Пикассо это его фамилия по маме. И именно там, в Париже, он принимает решение оставить себе только фамилию мамы. До этого у него была отцовская фамилия его рода. Она была длинная. Но здесь он берет фамилию мамы Пикассо и склоняет ее по-французски Пикассо. Поэтому мы можем где-то в каких-то источниках услышать Пикассо, Пабло Пикассо или Пабло Пикассо. Итого, встреча с будущей, с законной женой Ольгой Пикассо, именно о ней же наш весь разговор. Здесь мы кратко прошлись по биографии Пабло. Произойдет тоже в Европе. После этапов, бурных этапов холостяцкой жизни нашего художника Пабло. Там были и пьянства, там была и наркомания, то есть опиум, там были и проститутки в борделе. То есть такой не очень хороший, совсем не хороший образ жизни, холостяцкой жизни. И давайте перейдем к женщине, которая сегодня разъезжает по всему миру на портретах известной выставки великого художника Ольга Пикассо. Выставка «В ее честь» это роман о жизни и искусстве. Ольга Хохлова родилась в Украине. Была дочерью полковника царской армии. Соответственно, была послушной девочкой, много читала, учила детей крестьян, участвовала на балах. Ну, в принципе, что должна была делать наследница беднейшего дворянского рода. Но подрастая, у девочки танцы выходят на первый план. Она заявляет родителям, что хочет стать профессиональной балериной, на что те реагируют негативно, говоря, что аристократы смотрят балет, но не танцуют в нем. Здесь девочка принимает такое твердое решение, проявляет свой характер и тайно поступает в труп у Дягилева, что в дальнейшем производит у нее желание совсем уйти из дому, чтобы посвятить себя полностью балету. А сейчас мы рассмотрим, когда, как и где стала известной наша с вами героиня Ольга. На 1918 году труппа балетная уезжает в Европу, в Париж, но затем позже они направляются в Рим. И именно там она знакомится с Пабло. При работе над сюрреалистическим балетом парад, где он также принимал участие. И Дягилев тщательно искал себе художника на декорации для данного спектакля. И по каким-то советам он находит Пабло Пикассо, которому и передает заказ на декорации для своего спектакля-парад. Именно там, конечно же, он начал замечать Ольгу, но она его не замечала. Ее он не заинтересовал. А он влюбился в нее без памяти. Она не была похожа на других девушек, которые были у него до сего дня. Она была совсем другой. Чистая, светлая. Он начинает пытаться ухаживать за ней. Какие-то проявлять знаки внимания. На что Ольга вообще не обращает или не особо обращает свое внимание. Конечно же, Пабло это немного печалит. И Дмитрий Дягилев, замечая это, он дает ему дельный совет, что на русских девушках женятся. Они просто развлекаются с ними. Такой совет, скорее всего, Павлу понравился или стал приемлемым, так как до этого у него были проститутки, девушки с борделей, натурщицы. Но девушек с порядных семей высшего класса у него никогда не было. И он начал задумываться. Конечно же, любая девушка, она растает от таких заботливых, приятных знаков внимания, которые осуществлял художник Пабло. И он тоже ей начал нравиться. Но замуж за него сразу она не выходила. То есть она не спешила. Сначала они вместе поехали на гастроли, где он занимается декорацией для данного балета. Ухаживает за ней, заботится о ней, пишет ее на своих картинах. И таким образом они все ближе и ближе знакомятся друг с другом. И Ольга, видя все его житие, холостяцкой жизни, они много общались, он ей рассказывал, старался ничего не скрывать от нее, потому что он очень был влюблен в нее. Он прям души в ней не чаял и, соответственно, открывал все сердце перед ней. Она же почла миссией спасти его из этой холостяцкой, неприличной, бурной жизни. И таким образом она пытается и попытается ввести его в мир света, в мир красоты, в мир искусства. То, что ей нравится, чтобы разделить с ним вот это прекрасное. Роль Октябрьской революции. Именно она сыграла такую последнюю и окончательную точку в жизни Ольги. Потому что возвращаться на родину дочери полковника царской армии уже было опасным. Труппа дальше собиралась в турне по Латинской Америке. И здесь Ольга и Пабло принимают ясное твердое решение на официальный брак. То есть балет уехал в Латинскую Америку, а Ольга и Пабло уехали в Париж, чтобы обвенчаться в церкви. И в 1918 году они это сделали. Приехав в Париж в захудалое такое место, жилье своего мужа, художника Пабло Пикассо, она, Ольга, ужасалась, насколько там все было запущено в его холостяцкой жизни. Он даже не разрешал ей особо ничего трогать. Но мало-помалу, потихоньку она его просто выпрашивала убирать пыль, наводить уют, чтобы там было их красивое, приятное гнездо. Гнездо для двоих влюбленных. Нужно также заметить, что общество и дружки, с которыми общался Павло, Ольгу особо не приняли. Ну понятно почему. Она забрала такого их заветного товарища из того общества, из той жизни, в котором они вместе проживали. Но и также хочу заметить, что мать, по данным Павлом, когда увидев Ольгу еще до замужества ихнего, посочувствовала ей, сказав, что ее сын создан для искусства и что ей будет очень трудно с ним. На что Ольга, опять же, не обратила особого внимания, так как сочла нужным и должным спасти его и ввести его в мир классики и красоты. Ну что же, таким образом они стали вхожи в высшее парижское общество, где, опять же, Павло стал востребованным художником и уже даже выстраивалась очередь для того, чтобы он написал чей-то портрет. Нужно также заметить, опять же, что Павло все это не нравилось. Он осуждал все эти их вечера, встречи до того, как женился на Ольге. Но так как она ему потихоньку рассказывала, что это и есть настоящий мир искусства, таким образом он как бы поддался ей и принял то, что нравилось его жене. Разве это не любовь? Ну, конечно же, влияние жены на художника, как на художника Павло Пикассо, тоже сделало свой вклад. До этого он занимался кубизмом. И однажды она попросила его нарисовать ее портрет так, чтобы она узнавала черты лица на нем свои. На что Павло ответил взаимностью. Павло перенаправил свой стиль, так как он души не вчаял своей жене. Она была для него в прямом смысле его музой. И он начал писать ее в одиночных портретах совсем по-другому, как было до этого. Заходя на выставку, первое, что вы увидите, вот эти одиночные портреты, где Ольга читает, Ольга задумалась и так далее. Будете видеть много эскизов. То есть он передавал ее вот той красивой женщине, которая хотела запечатлеть это мгновение везде и повсюду. И таким образом он передает ее как свою музу, как прекрасную великую женщину. Что же, молодая семья посещает званые вечера, театры, выставки и так далее. Это, казалось бы, полная идиллия. Но все это, скорее всего, было для Ольги. Это было созвучно ее душе, но не Павлу. Его такое отношение, такие выходы начали изрядно удручать. Скажем так, пришло перенасыщение или насыщение полной какой-то части его души. А ведь до этого мы помним, что он вел совсем противоположную жизнь. Потом кто-то напишет, что, возможно, это была разница в сексуальном темпераменте пары. Но, к сожалению, в 1920 году приходит конец счастливой, вот такой вот красивой, классической жизни данной пары. Следующий период – это материнство. Вопреки всем ссорам, семейным, каким-то даже скандалам, раздраженностям, недоговоренностям, замкнутости Пабло от жены, она находит выход в том, чтобы забеременеть. И что вы думаете, в отношениях наступает затищик. И уже в 1921 году рождается их сын Поль. Пикассо-старший, неимоверно счастлив, он становится впервые официальным отцом. И это также дает акцент на его работах. Его работы тоже изменились. Они стали другими, нежными. В них виден восторг, теплые отношения. Он сделал десятки картин своей жены и ребенка. Вы будете видеть разделы выставки «Это материнство отдельный». Там Ольга изображена как олимпийское божество. Он ее изображает красивой, женственной, невероятно нежной и чувственной. Для нее же это становится, наверное, самым счастливым этапом ее жизни. Она там действительно всю свою женскую энергию направляет на своего сына. Она много играет, много улыбается. Конечно же, для нее это все. И, казалось бы, ничего невозможно сломать данный этап. Ничего невозможно нарушить эту идиллию. Но не с Пабло Пикассо. Проблемы никуда не денлись. Семья Ольги, то есть мама с сестрой, бедствует. Пабло регулярно им высылал деньги, даже свои работы. Но ничего невозможно сделать. Ольга страдает, никак не удается организовать встречу со своей матерью. От этого она еще больше страдает и, соответственно, приходит разлад в семью все больше и больше. 1925 год. Заканчивается период Ольги. Вот той классической красоты. А последующие 10 лет мы будем видеть, как ее образ притерпевает ужасающие изменения, перевоплощения. Известная картина «Большая, обнаженная в кресле». Там Ольга изображена как некое чудовище, бесформенное чудовище. Такой ее начал видеть художник Пабло Пикассо. Это еще один период, который стоит пережить. Называется он «Жертва». За это время у него появляется молодая муза, которой 17 лет. Она была спортсменка. Он начинает с ней отношения и, соответственно, отстраняется от семьи. В этих отношениях рождается дочь. Мария Вальтер, так ее звали. Она также вдохновляет художника на какой-то новый стиль, новое творчество, где он пишет свою известную картину «Распятие». Ольгу там он изображает в таком тяжеловесном образе. И там четко читается то, что нет никого победителей. Одни жертвы, только жертвы. Узнав о ребенке, ибо Мария Вальтер заявилась однажды, к Ольге показала ей дочь от Пабло Пикассо, сказав, что это новый шедевр, который достоин большого внимания. Когда Ольга узнала, уже воочию увидела ребенка, она оставила Пабло. Она уехала в их поместье, и при этом не дав официального развода художнику. Что же, душа славянской женщины в опустошении. Та крепость и опора, на которую она так надеялась в свое время в виде своего мужа, полностью разрушена. Но в Ольге всегда какая-то теплилась надежда. Она всегда верила, свято верила в то, что все однажды восстановится и будет как прежде. Невзирая на те этапы, которые они сейчас проходят, даже те новые дети, которые рождаются от Пабло, в других женщинах, да, все вернется, все восстановится. Она свято верила в то, что он не сможет без нее жить. Что она, только она имеет эту миссию спасти его от той безобразной жизни, как было в начале, так и сейчас. Что только она является вот этим путеводителем к чему-то светлому, хорошему и красивому. Как в русских романах, она была предана ему навеки. И миссией своей считалось спасти его и быть с ним до последнего дня. И, конечно же, всячески она хотела ему это сказать, показать, доказать. К сожалению, они также использовали своего сына, поле для того, чтобы выяснять отношения. Ольга это делала в своих целях. Пабло, когда забирал сына, он настраивал его против матери. И все это очень сильно сказалось на будущем наследнике. Пабло Пикассо жил своей жизнью и всячески хотел забыть свою бывшую жену, как он считал. И чтобы ничего его с ней не связывало. Он начал изображать ее страшной, чудовищной, бесформенной. И будет в выставке также раздел, который показывает ее как чудовище, с зубами, страшно. Окончательно разошлась пара в 1935 году. И разрыв их был очень драматичным. Пабло оставил живопись на целый год. Не занимался. Ольга же напротив, до последнего пыталась доказать свое светлое чувство художнику. Что она единственная неповторимая муза его жизни, которая должна все-таки его спасти. Что больше его, конечно же, раздражало. Формально они не развелись до окончания жизни Ольги. Ольга не могла жить без Пабло. И это факт. На 1963 году своей жизни она умирает от рака. Но до последнего она писала ему письма, где признавалась в любви. Где верила в их, опять же, светлое будущее. Но это ничего не помогло. Пабло давно жил своей жизнью. А Ольга не хотела смириться с этим. Когда она умерла, он даже не пришел на ее похороны. Потому что писал очередную великую картину. Вот такие две судьбы. Голубка, как он называл ее в начале, и свободолюбивый художник. Два разных человека. И насколько по-разному все-таки они прожили свою жизнь. Трепетным моментом для меня было узнать то, что после смерти Ольги Пабло, как признанного классика при жизни, приглашают в Париж, где ему доручают написать, нарисовать, изобразить эмблему. А он, тем не менее, изображает голубя, который держит в своем клюве оливковую веточку. Уникальность этой женщины – это тот след, на мой взгляд, который она оставила в жизни великого художника все 18 лет. Она настолько пленила его сердце, насколько и отвратила его от себя. Я вижу, что ее стремление безоговорочно было быть первой у своего маэстро. Вот такие две судьбы. Вот такая судьба Ольги Пикассо, Ольги Хохловой. Я надеюсь, вам было интересно. И в дальнейшем я хочу делать такие обзоры людей, которые оставили какой-то большой, маленький, неизгладимый вслед в жизни искусства, что ли. Поэтому подписывайтесь и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok